На свой юбилейный концерт Венсполский Дом Творчества пригласил ансамбль украинской песни «Мрия». 15 лет этот коллектив вносит неоценимый вклад в сохранение и популяризацию украинской культуры. Сегодня у нас двойной праздник. Мы отмечаем 200-летие со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко и 15 лет, как у нас образовалась ансамбрия, которая поет для нас уже 15 лет. Город наш многонациональный. Мы знаем, сколько здесь народов живут, и мы всегда старались в самоуправлении работать так и жить так, организовать нашу жизнь городскую, так, чтобы мы жили в одной семье, как чувствовались. Украинское общество очень участвует в Венсполсе многим мероприятиям в нашей культурной жизни. Ансамбль «Мрия» часто участвует, и то, что они сегодня отмечали свои 15-летия, но это праздник для Венсполса. Украинцы славятся своим вокальным мастерством, ярко выраженной мелодичностью, но это совсем не означает, что все сразу получалось у коллектива «Мрия». Поработать руководителю пришлось немало, пока стали заметны первые результаты. Мы репетировали, я помню, еще в Юросварте до ремонта. Такой был маленький, очень солнечный, душный зал, было тяжело, и не могли выучить простого двуголосья, и простого, может быть, какой-то третий голос. И когда я поняла, что уже стабильно держатся третьи голоса и вторые, и мы можем петь акапелла без всяких музыкальных инструментов, и каждый держит свою партию, может быть, буквально уже на первом концерте, спустя год занятий. Выросли, конечно, благодаря Лене, это уж однозначно, это ее заслуга, да. Потому что, посмотрите, возраст какой, а мы все-таки держимся. Начало основанию коллектива положило желание нескольких представительниц украинской диаспоры Венсполса попеть украинских песен. Была встреча с каким-то канадским кинорежиссером, который хотел написать о жизни украинцев в Латвии. Мы пришли на эту встречу, и там, вот там мы решили его создать. Когда был праздник улицы Карлинас, я услыхала, как девочки пели, я сама украинка. И вот мне понравилось, и я попросилась в ансамбль, и вот. Можно сказать, что вы самая юная участница? Я самая юная, но мне хорошо получается, потому что я очень хорошо знаю украинский язык. Я закончила украинскую школу. Несмотря на 15-летний опыт выступлений, певицы перед началом концерта нервничали не на шутку. Хотим хорошо выступить, все было, все нормально. А если не будем нервничать, значит нам все до фени. А юбилейное выступление, оно особое? Конечно, особое. Коллектив Мрия с годами менялся, но основной костяк сохраняется все эти годы, пополняя 3D-ансамбля и молодое поколение. Только третью репетицию, и вообще я только пришла, а так я пою во все усиления в белорусском ансамбле, но так как мне по душе и украинский ансамбль, поэтому я пришла сюда. Мне очень нравится наш руководитель Елена Новикова, вообще просто руководитель от души, как бы так вот. Интересно, если вы не знаете, что вы не знаете? Да, на самом деле мне очень нравится эта культурная жизнь, можно так сказать. Как бы сама зажигалочка, поэтому так и есть. Меня бабушка привела, я второй год в ансамбле. Мне очень тоже нравятся и руководители, и состав ансамбля. Ну, мне кажется, что нужно продвигать культуру украинскую, также белорусскую, также все. Я поддерживаю это движение, мне очень нравится. Вела юбилейный вечер председатель объединения украинских обществ Людмила Белынцева, представшая перед публикой и в ярком гуцульском костюме. Я Новый год в этом году встречала в Карпатах, и вот привезла оттуда гуцульский костюм, вот все как. А почему у них так? Откуда это? Ну, ведь Западная Украина – это немножко другой состав населения. Там оставили свои отпечатки венгры, венгрия, Австрия. Поэтому есть такая больше приукрашенность, больше вот такие длинные, больше вот этих кисточек, то, что в венгерских костюмах присутствует. Среди слушателей наша съемочная группа встретила не только украинцев, даже наоборот, большинству было представители других национальностей. Вы украинец? Нет, я русский. Но мы как еще украинцы, русские братья-славяне. Так что, что украинцы, что русские, для меня это все равно. А вот они поют, вы понимаете, о чем они поют? Ну, немного понимаю, конечно, но есть, конечно, их специфический язык, как говорится. Но в основном понятно, о чем поется, да. Главное – мелодия, да? Да, мелодии душевные, как и русские, так и украинские, они душевные. Чем-то они похожи одна на другую. Сама белорусская, поклонница Мрии, все концерты хожу. То есть я смотрю на концерт вот украинской песни, пришли не только вот украинцы именно, да, и белорусы, и русские. Почему? Ну, это любимо все. И вообще разговорная речь, я все понимаю, муж украинец был, так что очень любят, часто там была. И мне очень все это нравится. Они пели на украинском, понять, ну, сложновато, потому есть слова, которые можно, ну, на русском там перевести и понять, ну, так сказать. Но если когда ты смотришь на человека, как он это преподносит, как он поет, как он улыбается, или серьезно, они там такой, Шевченко, композитор, песни исполняли, тогда уже чувствуется, что, ну, уже передается уже человеку. Встречала Мрия гостей не только праздничным концертом, но и салом с горилочкой. Бывает, что какое-то выступление обходится без сала и без водочки? Или оно всегда присутствует? Нет, 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 мы же украинцы. Мы же украинцы, этим все сказано.